Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Это одни из логических функций. С помощью функции и можно определить, все ли проверяемые условия принимают значение истины, а с помощью или определить наличие условий, которые принимают такое значение. Давайте рассмотрим синтаксис этих функций, где логическое значение один – обязательный аргумент, первое проверяемое условие вычисление которого дает значение истины или ложь. Логическое значение два – не обязательный аргумент, дополнительное проверяет условия, вычисления которых дает значение истины или ложь. Условий может быть не более 255. 5. Функция и возвращает значение истина, если в результате вычисления всех аргументов получается значение истины, и значение ложь, если вычисление хотя бы одного из аргументов дает значение ложь. А функция или возвращает значение истины, если в результате вычисления хотя бы одного из ее аргументов получается значение истины, а значение ложь, если в результате вычисления всех ее аргументов получается значение ложь. Обычно эти функции используются для расширения возможностей других функций, выполняющих логическую проверку. Например, функция если выполняет логическую проверку и возвращает одно значение, если при проверке получается значение истины, и другое значение, если при проверке получается значение ложь. Рассмотрим простые примеры функции И. Сейчас я введу формулу, которая возвращает значение истина, если число в ячейке А3 больше единицы и меньше двухста, в противном случае возвращает значение ложь. Я ввожу знак равенства И, А3 больше единицы, точку с запятой, А3 меньше двухста и нажимаю ввод. На экране видим результат истины. Как видите, при смене ячейки В3 выводится результат ложь. Теперь рассмотрим пример функции ИЛИ. Я ввожу знак равенства ИЛИ, А3 больше единицы, точку с запятой, А3 меньше двухста и нажимаю ввод. На экране видим результат истины. Здесь при смене ячейки В3, в отличии от предыдущей функции, результат остается прежним, так как одно значение в формуле является истинным. Теперь рассмотрим несколько примеров работы этих функций в сочетании с функцией ЕСЛИ. С помощью этих двух вложенных функций можно расширить возможности функции ЕСЛИ. Допустим, требуется определить, какие студенты получили оценку отлично по всем предметам. Воспользуемся функцией ЕСЛИ с вложенной функцией И. Для этого я ввожу знак равенства ЕСЛИ с открывающейся скобкой. Теперь И с еще одной скобкой ячейку В2, ввожу больше равно, выбираю ячейку Ж2, нажимаю клавишу F4, чтобы сделать ссылку абсолютную. в точку запятой С2, больше равно, Ж2 и снова нажимаю F4, в точку запятой Д2, больше равно, снова Ж2 и клавиша Ф4. Закрываю скобку, точку запятой, да в кавычках, точку запятой и нет. Закрываю скобку, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Формула проверяет, выполняются ли все условия. Если это так, функция ЕСЛИ возвращает значение ИСТИНА. Чтобы все оценки студента были отлично, количество баллов должно быть больше или равно 90. Если все эти оценки больше или равны 90, функция ЕСЛИ возвращает значение Да. В противном случае, возвращается значение Нет. Как видно, только один студент получил оценку отлично по всем предметам. Теперь определим, какие студенты получили оценку отлично хотя бы по одному предмету. Для этого воспользуемся функцией ЕСЛИ с вложенной функцией ИЛИ. Я ввожу знак равенства, ЕСЛИ с открывающейся скобкой. Теперь ИЛИ с еще одной скобкой. Ячейку В2 ввожу больше равно, выбираю ячейку G2, нажимаю клавишу F4, чтобы сделать ссылку абсолютной. Точку с запятой, C2 больше равно G2 и снова F4. Точку с запятой, D2 больше равно, снова G2 и клавиша F4. Закрываю скобку, точку с запятой, да в кавычках, точку с запятой и нет. Закрываю скобку, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Чтобы хотя бы одна из оценок студента была отлично, количество баллов за предмет должно быть больше или равно 90. Если хотя бы за один предмет студент набрал больше или равно 90 баллов, функция ЕСЛИ возвращает значение да. Если ни одна из оценок не превышает 90, функция ВОЗВРАЩАЕТ ЗНАЧЕНИЕ нет. Как видим, у двоих студентов есть как минимум по одной оценке отлично. Функция ИЛИ возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА. И значение ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ. ПРИМЕЧАНИЕ. Аргументы должны давать в результате логические значения, такие как ИСТИНА или ЛОЖЬ. Либо быть массивами или ссылками, содержащими логические значения. Если аргумент, который является ссылкой или массивом содержит текст или пустые ячейки, то такие значения игнорируются. ОШИБКА ИМЯ может возникнуть, если в формуле допущена ошибка. Проверьте, заключены ли текстовые значения в кавычки и правильность названия ячейки. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока.